Я генетик. Сегодня я расскажу вам немножко о супергероях из комиксов, немножко о генетике, немножко о сложных штуках, из которых мы состоим, немножко о научной фантастики. Для начала мы с вами разберемся, как же все это работает, потому что если сразу пытаться понять, как сделать из обычного человека, человека-паука, то это будет как в анекдоте про сову, как нарисовать сову, шаг первый – нарисовать овал, шаг второй – дорисовать остальную сову. Нет, это так не работает. История генетики начинается в 1865 году, когда Грегор Мендель на заседании местного сообщества естествоиспытателей рассказал о том, что он умеет предсказывать окраску семян и цветков горошка. Кто-то ему не поверил, кто-то решил, что это скучно, кто-то вообще счел, что закон о расщеплении признаков три к одному – это прямая дорога к Святой Троице, единству вот этому всему. И эксперименты Мендера, в общем, особо никто всерьез не воспринимал аж до самого начала XX века. В начале XX века все снова вспомнили эту генетику, заинтересовались генетикой и начали разбираться, как же все это работает. Мы все состоим из клеток. Вы, ваши котики, кактусы у вас дома. В клетках есть специальная структура, которая называется ядром. Которая называется ядром. Я поняла, что это шумит. Это мои волосы, простите. В ядре в специальные фазы клеточного цикла можно увидеть хромосомы, которые выглядят как вот эти вот крестики. Они выглядят так не всегда, это важно. Поэтому то, что нам показывают в научно-фантастических фильмах, по определению не очень корректно. Если раскрутить каждую из таких хромосом, можно получить молекулу ДНК длиной в 2 метра. Представьте себе молекулу ДНК в 2 метра. Это выше, чем я. Ужасно длинная молекула, ни одной другой молекулы такого размера. Если вы применительно посмотрите на эту молекулу ДНК, вы увидите, что она, мы знаем это благодаря великим ученым Уотсону и Крику, выглядит как двойная спираль. И вся эта двойная спираль состоит всего из четырех типов функциональных кубиков, нуклеотидов. Это очень важно. Все живые существа состоят из четырех типов функциональных частиц. Это, наверное, одно из самых великих открытий, которые можно было совершить, изучая ДНК. Почему это важно, я расскажу потом. Процесс трансформации информации в клетки выглядит так. С молекулой ДНК специальные молекулярные машинки считывают декодированную информацию и формируют молекулу под названием РНК, которая полностью симметрична и комплементарна, это называется у генетиков, молекуле ДНК, после чего с нее происходит синтез белка. Это называется основная центральная догма молекулярной биологии. Несмотря на дурацкое слово «догма», это вовсе не какое-то суеверие, которое требует от нас слепой веры и поклонения. Это просто порядок вещей. Так заведено. Точно так же называть эту штуку «догма» и просто порядок вещей. Так заведено. Кроме того, у молекулы ДНК есть одна очень важная особенность. Она двухцепочная, как вы помните. И все нуклеотиды, все кубики в ДНК расположены в очень строгом порядке. А, Г, Т, С. Их всего четыре типа. Эти буквочки тоже условны, точно так же, как и слово «догма». И они все располагаются в очень строгом соответствии друг к другу. Поэтому упрощенно мы можем записывать молекулы ДНК не как два ряда буквочек, а как один. Как происходит процесс удвоения молекулы? Значит, двойная спиральда скручивается, к ней достраивается. Вторая точно такая же. Базовая молекула копируется и у себя. Записать все это можно при помощи последовательности букв. Эта последовательность букв очень длинная. Если вы когда-нибудь были в Лондоне, там есть музей Welcome Collection, в котором стоит вот такой шкаф. На нем стоят книги, в которых очень-очень мелким шрифтом, здесь специально для сравнения приведен палец человека, очень мелким шрифтом написана расшифрованная последовательность ДНК одного человека, мужчины. Первым человеком, чью последовательность ДНК расшифровали полностью, был великий чувак Крейг Вендер. Он заноза в заднице всех генетиков 20 века, которые занимались расшифровкой генома человека. Его биография очень любопытная. Если когда-нибудь вы решите прочитать, то недавно на русский язык перевели книжку, которая называется «Расшифрованная жизнь». Молекула ДНК – это очень-очень много информации. ДНК отвечает за то, как мы с вами выглядим. У всех у вас есть нос, у меня есть нос. Я уверена, что у нас нет хвостов и крыльев, но у всех у вас есть нос. За то, что у нас нет крыльев, отвечает молекула ДНК. За то, что у нас есть нос, отвечает молекула ДНК. За то, что у нас бывают аллергии, отвечает молекула ДНК. Вся эта информация закодирована специальным образом, и этот способ кодировки называется гены. Один ген отвечает за синтез одного белка в вашем организме. Раньше считалось, что ген отвечает за какой-то признак, и этот признак может быть, например, вы можете синтезировать паутину из рук, как человек-паук. На самом деле это, конечно, не так. Для того, чтобы сформировались такие сложные признаки, нужен огромный комплекс белков и, соответственно, огромный комплекс генов. Даже для того, чтобы у нас появился нос, нужен огромный комплекс генов. Нарушение в работе всех этих генов приводит к очень странным штукам, например, к появлению людей с очень маленьким черепом или к сращиванию конечностей. Ну, в общем, не очень приятные вещи. За что еще отвечают гены? За цвет вашей кожи, за то, загораете ли вы летом, за то, чувствуете ли вы горький вкус. Цвет кожи – это очень хороший признак, потому что он изменяется в течение года. Каждый из вас летом загорает, и зимой становится бледнее. Кто-то загорает на солнце очень быстро, обычно это рыжие люди с веснушками, иногда это светлокожие люди почти без веснушек, кто-то загорает очень легко. За все это отвечают гены, которые связаны с выработкой мелатонина в ваших клетках. Но, как мы видим, под воздействием внешней среды изменение этого признака тоже происходит. То есть гены – это не единственное, что отвечает за то, как мы выглядим, и то, что мы умеем. О том, как можно влиять на работу генов, я расскажу немножко позже. Что могут рассказать о вас ваши гены, кроме внешности, кроме ваших заболеваний, кроме, я не знаю, чувствительности к горькому вкусу или склонности обгорать? Они могут рассказать о том, как вы реагируете, например, на продукты. Вы наверняка слышали про такую болезнь, как нетолерантность к лактозе, то есть к белку молока. И наверняка знаете, что некоторые народы более восприимчивы к алкоголю. У вас, я думаю, есть друзья, которые часто мучаются от похмелья, или друзья, которые, наоборот, могут провести ночь в пяти барах подряд и утром чувствуют себя хорошо. За это все тоже отвечает генетика. Кроме того, генетика может делать нас настоящими супергероями. Если мы поговорим о героях из комиксов, а герои комиксов — это вообще очень хороший пример для того, чтобы говорить о генетике. Халк, Спайдермен и Черепашки-ниндзя, что у них у всех общего? В их жизни в какой-то момент случилась трансформация, которая сделала их другими, чем-то, чем они не были раньше. Халк пострадал от собственного эксперимента. Человека-паука укусил радиоактивный паук. Черепашки-ниндзя оказались в канализации не вовремя. Туда вылили бытовые отходы. Эта трансформация, то есть мутация, в обычной жизни вызывается веществами, которые называются мутагены. Мутагены бывают физической, химической и биологической природой. Они работают не так просто, как в кино. К сожалению, нас не может просто укусить радиоактивный паук. Нас не отрастут от этого щупальца или железа для паутины. Но мутагены действительно изменяют структуру нашей ДНК. Это могут быть специальные вирусы. Скажем, вирус ВИЧ, который вызывает СПИД, меняет структуру белков, которые отвечают за наш иммунитет. Это может быть действительно радиация, которая вызывает лучевую болезнь. В первую очередь от нее страдают клетки крови. Лучевая болезнь может приводить к смерти, может просто быть очень неприятной. Это могут быть какие-то химические агенты. Вы, я думаю, знаете слово канцерогены. Канцерогены – это такие химические агенты, которые вызывают мутации, приводящие к раку. Почему все это не работает так, как в кино? Предположим, в вашей ДНК произошла мутация. Есть хорошие новости. ДНК – очень длинная молекула. Каждый раз, когда она удваивается, помните, я показывала это в самом начале, в ней и так происходит огромное количество ошибок. Просто невозможно сдублировать молекулу длиной в 2 метра и не сделать ни одной ошибки. Это как переписывать текст. Но в клетках есть специальные молекулярные машинки, которые немедленно считывают все ошибки и стараются большую их часть восстановить по симметричной цепочке. Помните, я говорила, это очень важно, то, что цепочки ДНК полностью комплементарны друг к другу. Информацию об одной можно считать под другой. Вторая хорошая новость. Какую-то часть ДНК занимает не очень важной информацией. Можно считать это просто молекулярным мусором. И если замена произойдет в этой части, это не окажет на нас никакого сильного эффекта. Сравните эти два предложения. Вы можете быстро, прочитав их, скользнув взглядом, увидеть разницу? Театр. Да, театр, правильно. A color. Но это не ошибки. Это варианты написания одного и того же слова в британском и американском английском. Они оба нормативные. И театр, и цвет — это слова, которые имеют два варианта словарного написания. От того, что мы заменим эти буквы, ничего не поменяется. С ДНК точно так же. Есть участки ДНК, замены в которых ни на что абсолютно не влияют. Но есть и другие участки ДНК. Часть мутаций вполне бессмысленна. Но если мы скажем в тексте заменим слово код на слово кит, будет, конечно, большая разница, правда? Большая часть ДНК имеет значение. Если мы поменяем что-то, что хорошо работало, скорее всего оно перестанет хорошо работать. Точно так же и с негативными мутациями природа справляется довольно жестоко. Скажем, есть мутации, вполне конкретные мутации в конкретных известных генах, которые вызывают микроцефалию. Это формирование черепа и, соответственно, мозга меньшего размера, чем в норме. Это может приводить к разным последствиям. Некоторые зародыши умирают еще на эмбриональных стадиях развития. Некоторые рождаются и живут, как правило, ограниченное количество лет с различными степенями устной отсталости. Известный случай, когда люди с микроцефалией выживали прекрасно, у них развивался нормальный интеллект. Они жили обычной жизнью, несмотря на такое состояние. Известен случай человека, болевшего гидроцефалией. Это заболевание, при котором тоже уменьшается фактически размер головного мозга за счет того, что внутри скапливается жидкость. И этот человек с гидроцефалией прекрасно жил, женился, одел детей и занимал государственную должность. Нет, не в России. Во Франции, на самом деле. Как же вообще, о чем им стало известно, о летальных мутациях, если носители этих мутаций не рождаются? Был такой французский ученый Люсьен Кино, который проводил опыты на мышах Агути. И он обнаружил, что то самое знаменитое расщепление Менделя 3 к 1 не срабатывает. У него почему-то все время рождалось две желтых мышки, одна черная. А мышек с четвертым генотипом как-то все не было и не было. А потом ясно, что это просто летальная мутация, и такие мыши не переживают эмбриональное развитие. Такая же история есть с собаками Корги и длиной хвоста. Но мне кажется, это очень грустная история, поэтому я не стала вставлять соответствующий слайд. Все-таки мышей мне жалко меньше, мы генетики вообще безжалостны к ним. Мы все знаем, что генетика довольно логичная штука, что эволюция гораздо менее логичная штука, но все-таки последовательно имеет смысл. Как же так получилось, что такое количество не очень полезных мутаций закрепляется в популяциях? У этого бывают очень интересные объяснения. Скажем, существуют негативные мутации, которые при этом привносят сильный положительный эффект доносителя. Есть такое заболевание, которое называется серповидно-клеточная анемия. К нему приводит одна единственная опечатка в молекуле ДНК. Вот одну буквочку заменили на другую, и у человека развивается заболевание. При этом меняется структура белков, и эритроциты вместо того, чтобы быть нормальной круглой формы, как вверху, становятся такими сплющенными, как внизу, и застревают в сосудах. То есть блокируют мелкие сосуды, и начинается всякий тромбоз, нехватка кислорода – не очень приятная вещь. Но, как оказалось, носители – это мутации, устойчивые к малярии. Тут уже кто кого возьмет? Малярия или серповидно-клеточная анемия. От малярии часто умирает быстрее. Существуют мутации, которые не такие неприятные, а приносят самые настоящие суперспособности. Скажем, недавно была выявлена мутация, которая полностью защищает носителя от ВИЧ. Она меняет структуру белка, к которому присоединяется вирус. И у вируса просто не получается закрепиться на клетке. То есть клетки становятся абсолютно неуязвимыми для СПИДа. Мне кажется, это ужасно круто. И не могу себе представить мутацию полезней. Я про это еще буду говорить на самом деле. Но вообще сейчас есть исследования, которые направлены именно на разработку вакцины от ВИЧ. Давайте задавать вопросы прямо по ходу. Мне кажется, что… Да, конечно. Если мутация меняет структуру клетокного белка, функция клетки, который страдает или нет. Значит, смотрите. Я, наверное, немножко сбивчиво рассказывала сейчас, но я сейчас пересню еще раз. Мутации бывают нейтральные, вредные и полезные. Нейтральные мы не замечаем вообще. То есть если что-то изменилось, либо это неважно, либо это изменение каким-то образом компенсируется, либо оно оказалось в несущественной части ДНК. Ну, мусор какой-нибудь. Которая про… Которая изменяет структуру клетокного белка, сколько занимает деда, 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 деда… Защищает от ВИЧ. Вы имеете в виду… Эту… Структуру… Функции самой… Простите, я вас перебью, но все же давайте задавать вопросы после, потому что мы так лекцию не закончили. Простите. Хорошо. Значит, функции самой клетки не меняются, меняется только работа того белка, к которому прикрепляется ВИЧ, и прикрепляется сам вирус. Это, по-моему, уже вполне себе суперспособность, но чтобы как-то немножко вернуться обратно к супергероям, я вам расскажу еще про одну мутацию. У всех у нас, вообще у всех животных, у людей в том числе, есть такой белок, который называется миостатин. Он участвует в развитии мышечной ткани, в формировании мышц, мускулатуры. Есть известная мутация, хорошо изученная на мышах, как и многие другие штуки. Которая приводит к тому, что объем мускулатуры у мутировавшего животного удваивается. Вот на левой картинке вы видите обычную мышку, мутировавшую мышку, а на всех остальных картинках другие животные, на которых эта мутация изучалась. Собаки, овечки, коровы. С такой коровы можно в два раза больше стейков сделать. Полезная мутация. Кроме того, это настоящая мутация с суперспособностью. Вау! Эту мутацию дважды фиксировали у живых людей. Вернее, именно такую мутацию один раз, а еще раз это была симметричная мутация. Не в гене белка, а в гене рецептора. Вот это вот скриншот из статьи, опубликованной авторами в 2004, если не ошибаюсь, году. Вот на этих картинках новорожденный младенец и семимесячный младенец с такой мускулатурой, что, прямо скажем, можно позавидовать. Есть картинки его же в более взрослом возрасте. Я не стала их вставлять в эту лекцию. Мне кажется, их все видели тысячу раз. Он неоднократно упоминялся в СМИ как самый мускулистый, самый сильный ребенок. И там, правда, можно позавидовать. Что на самом деле необычного в суперспособностях персонажей комиксов, если мы будем говорить о них? В чем настоящий секрет Халка? Совсем не в том, что он суперсильный. Мы видим, существуют вполне встречающиеся в природе мутации, которые приводят к развитию суперсилы. Настоящий секрет Халка в том, что скорость его превращения из вот этого ничем не выдающегося физически ученого в гигантского зеленого мускулистого чувака. Скорость этого превращения очень высокая. В живой природе никто так не умеет. Само превращение не необычно. Вот мы можем посмотреть на Арненда Шварценеггера в школьные годы и в его лучшие бодибилдерские годы. Это вполне трансформация, сравнимая с Халком. Но на это нужно время. Нужно время для того, чтобы синтезировалось нужное количество белка. Нужно время для того, чтобы накопилось нужное количество митохондрий, чтобы вырабатывать энергию на все это. То есть фактически, если бы Халк, такой, как он был в кино, был настоящим, ему нужно было бы постоянно есть. Просто очень много есть. Но предположим, что это не наша главная проблема. Это как в технике. Все всегда упирается в размер батарейки. В заряд батарейки, вот как мы видели сегодня с таймером. В размер батарейки. В генетике все то же самое. Все всегда упирается в количество энергии. Ну и в точность. Но это другая проблема. Что было бы, если бы мы могли на самом деле залезть руками в ДНК и поменять там все, что мы хотим? Ну вот, просто как на этой картинке. Например, для того, чтобы сделать человека-паука, нам нужно было бы вставить в него гены, которые отвечают за синтез белков паутины. Мы знаем, что это за белки, мы знаем, что это за гены. Их структура полностью известна и расшифрована. Про это есть очень много публикаций. Фактически все, что требуется, просто взять нужные гены и засунуть их в человеческую ДНК. Что нужно для того, чтобы сделать флэша? Нужно, чтобы у него было больше ферментов гликолиза. Чтобы его энергообмен шел более интенсивно, чем у нормального человека. Что нужно для того, чтобы сделать аквамена? Кроме того, чтобы прирастить ему жаброй, нужно снабдить его огромным количеством очень эффективного гемоглобина, чтобы он мог более продуктивно, чем нормальный человек, переносить кислород по организму. Но мы знаем такие молекулы. Мы знаем таких животных. Мы знаем животных с таким более эффективным гемоглобином, чем у человека. Это все тоже изучено. Это можно наблюдать у некоторых кротов. Это можно наблюдать у аллигаторов. Аллигаторы могут провести под водой какое-то безумное количество часов. Не потому, что они дышат под водой, а потому, что их вдоха на это хватает. Что нужно для того, чтобы сделать Росомаху? Суперрегенерация, в общем, не очень сложная штука. Все, что нам нужно, чтобы наши клетки делились по заданной программе с более высокой скоростью. Процесс регенерации тоже довольно неплохо изучен. Существует большое количество проектов, посвященных целенаправленному ускорению регенерации, скажем, у спортсменов после травм, вообще у обычных больных. Все, что нам нужно, это уметь это контролировать. Так ли это сложно, как кажется? С одной стороны, нет. Вы, я думаю, знаете про такую штуку, как геномные ножницы или CRISPR-Cas системы. Если нет, я сейчас вам все расскажу. Это системы базово-бактериального иммунитета. У бактерий, как и у всех живых штук, есть иммунитет. На бактерии нападают специальные вирусы, которые называются бактериофагами. Они очень неприятные штуки. Они проникают внутрь бактерий и заставляют бактерию синтезировать себя. То есть работают, как и должны работать вирусы. Но бактерии умеют с этим справляться, конечно, в определенных пределах. Для этого у них есть такие специальные CRISPR-кассеты, которые собирают образцы вирусного генома для того, чтобы когда в следующий раз вирус атакует бактерию, бактерия могла сказать, ага, я тебя знаю, у меня есть в картотеке такая штука. И синтезировать специальный эффекторный комплекс, который просто разрезает эту чужеродную вирусную ДНК. Фактически вот этот CRISPR-Cas иммунитет бактерий – это система целенаправленного уничтожения чужеродной ДНК, которая распознает чужеродную ДНК по заданным участкам. То есть фактически у нас есть способ, у нас есть механизм распознать нужную последовательность ДНК и разрезать ее ножницами. Что нам это дает? Это дает нам возможность в любой заданный участок ДНК встроить какую-то нужную нам последовательность, уничтожить ген, который нас не устраивает, и дать, скажем, молекуле ДНК возможность достроиться до правильной копии гена. Если очень хорошо постараться, просто вставить туда нужный кусок. Если посмотреть на количество публикаций о CRISPR в новостях, то оно… Вот этот слайд не передает то, что я хотела бы показать. К сожалению, у меня нет этого графика, но вы можете себе его представить. Мой коллега, профессор Константин Северинов неделю назад показал мне великолепный график. Он начинается с 2005 года. В 2005 год количество публикаций о CRISPR, 4 штуки. Там, 2006 год, 2007 год. В 2015 год количество публикаций составляет 1141. В 2016 году, говорил профессор Северинов, количество публикаций составило 10 тысяч. Я не могу представить себе, что еще росло бы по такой кривой. Мне в голову не приходит ни одна технология за последнее время, количество упоминаний которой вырастало бы с такой скоростью. Какое у этого есть реальное будущее? Не как в фильмах-комиксах, на самом деле. Во-первых, технология, конечно, будет совершенствоваться. Сейчас исследования проводятся на всех зверюшках, на каких только возможно и не жалко, и имеет смысл. В этом году в Китае и в Британии были начаты эксперименты на человеческих клетках в том числе. И у нас нет никаких расставаний, пока считают, что человеческие клетки будут вести себя как-то иначе, чем клетки всех остальных животных. В Китае этой осенью должна была начаться экспериментальная терапия рака у терминальных пациентов, которые оказались безнадежными. То есть никакие другие способы лечения онкопатологии им не помогли. Это вообще первый известный мне случай, когда генетические технологии разрешили применять на живых взрослых людях. Что будет дальше? Будет расти эффективность и точность этой методики. Мы научимся корректировать и исправлять некоторые генетические заболевания. Скорее всего, не все. Вот такие, как серповидно-клеточная анемия, которую я упоминала в начале, где у нас есть одна опечатка в гене, одна единственная, нам нужно просто ее исправить. Это будет корректироваться довольно просто. Есть заболевания, для которых все не работает так просто, несмотря на наличие одной единственной опечатки. Например, это заболевание муковисцидоз. С чем это связано? С тем, что когда мы говорим о заболеваниях крови, нам достаточно убрать всю кровь из организма и закачивать туда новую со здоровыми клетками. А когда мы говорим, например, о клетках легких, то заменить все клетки просто технически не так сложно. Я сейчас намеренно упрощаю, не то чтобы кто-то собирался откачивать всю кровь и заливать новую. Нет. Просто с некоторыми тканями, с некоторыми органами это сделать технически гораздо проще. Направленная селекция растений и животных. То, что сейчас делают при помощи методов традиционной селекции и пытаются делать при помощи ГМО, в дальнейшем, я абсолютно уверена, будут делать при помощи CRISPR и такого рода технологий. То есть переход от генетически модифицированных организмов к генетически редактированным организмам. Опять же, как мы говорили на прошлой неделе с коллегами на лекции в Владивостоке, это очень хорошая новость. ГМО чертовски жестко зарегулировано. Опять же, мало технологий зарегулированных настолько. По поводу генетически, по поводу CRISPR-технологий не существует никакого законодательства, запрещающего использование этих технологий и выход на рынок продуктов, таким образом отредактированных. Можно мы побудем оптимистами? Спасибо.